Сегодня ты познакомишься с автором книг для детей Эленой Быстрицкой и ее рассказом, как люди изобрели деньги. Узнаешь историю появления денег, виды денег. Повторишь произведения, изученные в разделе «Удивительное рядом». Элена Быстрицкая – казахстанская писательница, автор многих книг для детей. Издала сборник из десяти книг «Сказки Элены Быстрицкой». Позже были выпущены три ее книги – «Мармеладки на ночь», «Волшебная лестница» или «22 сказочные истории для детей», «Великие изобретения» и «Открытия». Книги Элены Быстрицкой несут не только красивое хорошее слово, мудрость, знание, но и всеобъемлющую доброту. Продолжим наше путешествие по стране «Удивительное рядом» и поговорим сегодня о деньгах. Когда ты впервые узнал, что такое деньги? Что бы ты хотел узнать нового о деньгах? А как ты думаешь, всегда ли деньги выглядели по-современному? Деньги – одно из величайших достижений человечества. Мы пользуемся деньгами каждый день, чтобы расплачиваться за вещи, продукты, которые покупаем, оплачиваем проезд в транспорте, билеты в кино и театры. Деньги имеют большое значение в отношениях между людьми. У разных народов на определенных этапах истории деньгами выступали различные продукты и предметы. Рассказ Элены Быстрицкой даст ответы на многие вопросы о появлении денег в жизни человека. Перед чтением обрати внимание на следующие слова и выражения. Товар – то, что является предметом торговли, купли, продажи. Племена – группа людей, живущих на одной земле. Моллюск – животное с мягким телом, обычно покрытое раковиной. Чеканить – изготовлять монету, выбивая на поверхности изображения узоры. Купюры – бумажные деньги. Нажми на паузу. Прочитай рассказ «Как люди изобрели деньги» и ответь на вопросы. В названии рассказа «Как люди изобрели деньги» отражена основная мысль, так как в нем говорится о происхождении денег. В некоторых странах деньгами служили шкуры пушных животных, где-то за товар платили драгоценными камнями. А также древние люди обменивали товары. Например, украшение из раковин на пару коров или кусок металла на мешок зерна. Если у древних людей какого-то товара было больше, чем нужно, они обменивали его на другой. На картинке изображены деньги – раковины, монеты, купюры и пластиковые карты. Самые древние деньги, изображенные на картинке, по мнению ученых – раковины. Но ценность представляли не все раковины, а только те, в которых жили моллюски каури. Первыми появились металлические деньги, так как бумагу изобрели позже. После появления бумаги в Древнем Китае появились бумажные деньги. Первые монеты поначалу были просто кусочками металла, которые отличались и размером, и весом. Со временем в некоторых государствах стали чеканить монеты строго заданной формы и размера. Слово рубль произошло от слова рубить. В Древней Руси существовала монета – гривна. Она весила 200-300 граммов. Из-за своей тяжести гривна была не очень удобна в использовании, а потому ее разрубили на четыре части. А сейчас немного интересных фактов про деньги. Само слово «деньги» – монеты – возникло в результате того, что древние римляне использовали храм богини Джуна Монета в качестве мастерской для чеканки монет. Впоследствии все места, где делались монеты, стали называть монета. У золотых и серебряных денег самая богатая история. Археологи находят их при раскопках поселений, существовавших несколько тысяч лет назад. Вначале это были не монеты, а просто бруски или полоски без рисунков и надписей. Если надо было разменять большую полоску золота или серебра, от нее просто отрубали кусок нужного веса. Словосочетание «бумажные деньги» прочно закрепилось в обиходе. Но если заглянуть в тонкости технологии производства банкнот, то выяснится, что в большинстве случаев их делают отнюдь не из бумаги в привычном нам понимании. Обычная бумага не обладает требуемой стойкостью к износу, поэтому приходится использовать хлопковое или льняное сырье, пластик, полусинтетические материалы и их различные сочетания. Сколько деревьев в год вырубают для печати долларов? Правильный ответ – ноль. Бумага для них состоит в основном из хлопкового или льняного сырья. Когда-то порванный доллар даже можно было шить при помощи иголки и нитки. В октябре 2011 года Монетный двор Австралии установил мировой рекорд. Сотрудники Монетного двора отчеканили монету воистину из полинских габаритов. Ее диаметр составил 80 сантиметров, толщина – 12 сантиметров, а масса – 1012 килограммов чистейшего золота. На одной стороне монеты изображена королева Елизавета II, а на другой – рыжий кенгуру. Ничто не вечно под луной, и государство со своими валютами в этом плане не исключение. Главные долгожители, которые здравствовали столетия назад и прекрасно чувствуют себя до сих пор – это британский фунт стерлингов и российский рубль. Самой молодой валютой является евро, которому до сих пор не исполнилось даже 20 лет. Вот и подошло к завершению наше путешествие по разделу «Удивительное рядом». Нажми на паузу, подумай и ответь на следующие вопросы. «Проверь себя». Ответы на все интересующие вопросы можно получить в энциклопедиях. Художественные и научно-познавательные рассказы может объединить общая тема произведений – заглавия. Эмоции и чувства автора присущи только художественному рассказу. Все изученные рассказы можно распределить таким образом. Читая произведения раздела «Удивительное рядом», ты получил новые знания, нашел ответы на многие вопросы, узнал о необычных животных, которые населяют планету Земля, познакомился с интересными историями из их жизни. Но еще сто тысяч «почему» гуляют по планете, и ответы на эти «почему» ты уже знаешь, как найти в научно-познавательной литературе. «Ужасно интересно все то, что неизвестно, а то, что неизвестно, нам хочется узнать».